Здравствуйте, это Настя. Всего несколько дней тому назад in this moment благословили нас blessed us with, как говорится, новой песней и видео The Inbetween из предстоящего нового альбома Mother, который увидит мир 27 марта 2020 года. Немного о том, чем же будет являться новый альбом Mother. Со слов участника группы Криса Ховарта, новый альбом будет являться продолжением или расширенной версии предыдущего альбома Ritual, который вышел 3 года назад. То есть довольно активно будет эксплуатироваться тема ритуалов, как ни странно, язычества, зарождение и сотворение жизни, зарождение всего живого и все в таком духе. Список можно продолжить. Также само слово Mother, то есть мать, это внутренняя фишка поклонников, фанатов группы. Называйте как хотите. Именно так все называют Марию Бринг, поэтому этот факт был тоже взят во внимание группой. Кстати, если я не ошибаюсь, то сама Мария вне группы тоже занимается и увлекается spirituality, назовем это так. У нее есть татуировка Triple Moon. Вот она, это тройная луна, это символ из не языческой религии Викка. Идеология, я считаю, прекрасна. Это, конечно же, на мой вкус, но визуальные образы, они привлекают, они затягивают, ты прикипаешь просто к экрану, наблюдая за всем происходящим. И, наверное, in this moment, с самого начала приучили меня воспринимать их музыку вместе с визуальной составляющей, потому что креативности, конечно, не занимать. Давайте сейчас немного поговорим о той самой визуальной составляющей, о видео. Постановщиками видео были сама Мария Бринг и Роберт Джон Кли, который на минуточку также работал над такими видео, как Big Bad Wolf, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf, Работал над такими видео, как Big Bad Wolf, Sick Like Me, Adrenalize, то есть, вау, да? Оператором был Кори Дженнингс, он же снимал Oh Lord, Roots и Black Wedding. То есть, это только клипы из альбома Ritual, если мы говорим конкретно о его работах с In This Moment. Честно говоря, меня удивил тот факт, что монтажом занималась сама Мария и Рэнди Уайтсу. Интересно. В образе Бринг произошла полная и, возможно, необратимая трансформация от сексуализированного образа к образу более духовному, ведьминскому, если так можно выразиться. Что нравится больше мне, это уже другой вопрос. Если брать только идею и образы, то какой In This Moment мне нравится больше, выбрать довольно трудно, да и не нужно, я считаю. Потому что и то, и другое одинаково впечатляюще. Но если мы возьмем музыкальную составляющую и то, как она дополняет визуальные образы, или визуальные образы дополняют музыкальную составляющую, потому что если мы говорим о музыкальной группе, то все-таки более важна музыка, чем картинка. Это... я не знаю, как думаете вы? Так вот, если мы уже, наконец, будем говорить о самой композиции, то сказать нужно следующее. Песня открывается синтами. Нравится. Круто. Дальше. Когда начался припев, у меня, честно говоря, побежали мурашки, что первый, что второй, что третий раз прослушивание. И, возможно, я даю этому объяснение, как наличие классных гитар. И, естественно, это все переплетается со скримом и звучит очень мощно. Плюс этот прерывистый такой рваный вокал, рваное звучание. Очень люблю такую фишку. Дальше я немного тоже объясню об этом. Хотелось бы мне больше гитар? Да. Хотелось бы мне больше интересных барабанных сбивок? Однозначно. Потому что я не могу... У меня сидят в голове эти агрессивные Sick Like Me, Generalize и тому подобное. В принципе, In This Moment стали знамениты благодаря кроссоверу стилей. Но в этот раз, в этой композиции, звучание такое совсем между стилей. Это глухие гитары, это электронные барабаны, которые больше свойственны, наверное, хип-хопу и трэпу, нежели року или металлу. Слышно звучание именно определенных драм-машин. Мы сейчас не будем вдаваться в детали, каких именно. Но именно они используются много где. Но в хип-хопе и трэпе, да, больше всего, в большей степени. Синты, кстати, в куплете, которые мне сразу же понравились, они отсылают, как мне подсказали, не буду лукавить, группа Delirium или Delirium. Вот так они выглядят, эти ребята, потому что они были популярны в 80-х годах. Меня тогда еще на свете не существовало, поэтому это объяснимо, что я не знакома с их творчеством. Мне вот именно подсказали и заметили, что синты похожи на их альбомы Sematic Space и Karma. Структурно эта песня похожа неудивительно, но на Blood, потому что в куплете мы слышим эту эмоциональную мелодикламацию, и припевы, они более обедненные мелодично. Что такое мелодикламация? Это когда слова не пропеваются, а скорее проговариваются, но с соблюдением определенной ритмики музыкальной. Если все резюмировать, то саунд в этой песне не звучит как роковый. Как бы это странно и удивительно, возможно, не звучало. Приблизительно так звучал Korn в песне Twisted Transistor, когда они наняли продюсера, который условно до этого не занимался именно выраженными роковыми проектами, не занимался тяжелой музыкой. И это странно, потому что продюсер у Endes Moments как раз рокового направления. И звучание, конечно же, в общем, дорогое, потому что куча всякого оверпродюсинга, это как раз это прерывистое и рваное звучание, о котором я говорила ранее, и игра с дилеем и реверберацией. Ну и напоследок не будем забывать, конечно же, о тексте. Здесь, друзья, у нас смешанина из всего-всего, что уже было. Это Half God, Half Devil из альбома Ritual. Почему? Потому что То есть, по сути, по логической нагрузке, это одно и то же. Ну и, конечно же, много референсов по типу Знаете, как будто она делала на себя все лучше и сразу. Не знаю, как к этому относиться, когда берут все, что уже было, и это просто суммируют в одном тексте. Неплохо, нехорошо. Наверное, мне, в принципе, пофиг. Понятное дело, что это обращение к фанатам. Идет речь о том, что то, что они делали ранее, они к этому уже больше никогда не вернутся. Все новая эра, goodbye blood, goodbye horror, и все хорошее, что было ранее. Опять же, плохо это или хорошо, я не знаю. Если новая тематика, новая музыка будет также хорошей, она будет просто другая, но она будет хорошей, то, пожалуйста, зеленый свет только и в добрый путь, как говорится. Но не иначе. Просто существует еще такой момент, что когда ты знакомишься с группой, то ты знакомишься именно с теми наработками, которые в группе уже есть. И именно эти наработки западают тебе в душеньку. И когда группа отходит от этого, и даже если она делает хорошую музыку, то ты же начинаешь автоматически воротить носом и кричать, что это говно. Да, так может происходить. Ну и на этом я заканчиваю свой обзор. Надеюсь, вы провели хорошо свое время. Смотря его. Я всегда жду вашего фидбэка в комментариях. Кто что думает об этой песне, о новом релизе. Ждете или не ждете альбом. Может быть вообще не знали эту группу и только благодаря моему видео познакомились. Я всегда, как я уже сказала, жду вашего фидбэка. И желаю всем хорошего дня, вечера, утра, неважно, когда вы это смотрите. Всем гудбай! Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий. 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 Дэй.